Здравствуйте, друзья! Продолжим наши лекции по фундаментальной экономике. Настоящая лекция посвящена вопросу власти и ее аппарату. А сущности власти во многом можно судить по фразу Шарля де Монтескье «Лакейская – это питомник для будущих вельмож». То есть, когда люди, не приспособленные или недостойные власти, получают ее, они неизменно превращаются в вельможи, вне зависимости от того, из какого класса они происходят. От лидеров зависит многое. Один в поле воин, если он воин, а не воины, а не в любом числе не воины. Общество может управлять всякий, если в нем все идет по установленному шаблону. Но как только возникают форс-мажорные обстоятельства, если требуется неординальное решение, быстрая реакция, судьбоносные действия, тогда все определяется тем, окажется в нужном месте нужный человек или нет. У каждой нации, у всякого народа бывают эпохальные моменты, и тогда весь ход его истории может поменяться кардинально. Что такое власть? Власть, чтобы определить ее сущность, воспользуемся фразой Макса Вербера, которая считается сейчас наиболее авторитетной. Власть означает любую возможность проводить внутри данных социальных отношений собственную волю, даже вопреки сопротивлению. Независимо от того, на чем такая возможность, основана. Итак, как известно, миром управляют деньги и власть. О деньгах мы уже поговорили. Теперь поговорим о власти. Причем, если деньги предназначены для обслуживания рыночного товара, обмена, хозяйственных субъектов, то власть для их разумного управления. Именно от власти во многом зависит вся жизнь людей. Ей определяется, в какой степени она служит народу, а в какой нет. В этой связи способа формирования правящего класса и принципа его взаимодействия с обществом, если они не служат примитивной цели замены персоналей, являются предметом всех социальных потрясений, революций и переворотов, идеологий и социально-экономических реформ. Вот такова важнейшая роль власти в нашем обществе. Причем формы как денег, так и власти не являются одними и теми же атрибутами жизни страны. И когда они перестают должным образом исполнять свои функции, их просто заменяют на другие. И такое случается нередко. О деньгах мы уже говорили. Теперь поговорим, как это случается с властью. О том, что власть должна предоставляться не всем, но только в пределах их компетентности, было известно всегда. Вспомним сюжет из басни Жанна де Ла Фонтена, в которой хвост змеи сбунтовался против головы, что она всегда руководит им и потребовал равноправия. А когда занял место впереди, то погубил злой смертью и себя, и голову, которая была вынуждена ползти за слепым и глухим вожаком. И это понимали всегда. В этой связи в древние времена лидер избирался всеми членами племени. Коллективы были небольшие. Все знали друг друга и понимали, кто на что способен. В органы власти избирались наиболее мудрые и достойные граждане, а не подставные депутаты-марионетки. Наделенное властью лицо было на виду и в отличие от нынешних лидеров, несло полную ответственность за свои речи и действия. А когда оно нарушало свои обязательства, начинало служить себе, а не обществу, его заменяли и доказывали. Однако по мере укропления человеческих сообществ такие условия исполняться перестали. Хорошо знать всех людей уже не могли. Поэтому договариваться им стало труднее, в результате начались трения между кандидатами, чреватыми немалыми издержками. Возникла борьба за власть, нередко переходящая в кровавые разборки, войны и массовое разорение граждан. В таких условиях власть зачастую стала передаваться номинальным фигурам, представляющим интересы тех или иных партий и кланов. Вожди начали отрываться от народа, родить от собственных и клановых интересов, а не от народных. Возник обслуживающий такую систему аппарат, чиновники лакея и прислуга. В конечном итоге это и сформировало нынешний облик власти, в большей мере соответствующий западному менталитету, чем российскому, о котором я уже говорил. Служению доходной экономике, а не полезной, а отвечающей интересам власти мужчин, а не народа. Власть имеет множество форм. Политическую, экономическую, социальную, культурную, информационную, судебную, моральную, религиозную, интеллектуальную, семейную, клановую, наследственную и другие. При этом любая власть лучше без власти. Без нее не может существовать никакое объединение, которое требует подчинения всех участников единому производственному идеологическому или политическому курсу, объединению усилий. Власть появилась одновременно с человеческим сообществом и будет всегда сопутствовать его существованию. Она проявляется везде, даже в животном и в растительном мире. Власть использует разные формы. Управление демократически и авторитарное. Насилие и обман, провокации, вымогательство, стимулирование и наказание, посула и идеологию. Она держится на авторитете и вере, на законе и порядке. А когда они нарушаются, власть рушится. И в истории это уже случалось неоднократно. Вспомним 17-й год в России, когда рухнула монархическая власть, либо контрреволюция 1991 года, когда случился обратный переворот. Наиболее древней формой власти является монархическое, авторитарное. Поднятые над другими смертами, монархи не зависели от непостоянства толпы, от партийных лозунгов, от конъюнктуры или итогов классовой борьбы. И цари олицетворяли саму страну, способствовали стабильности власти и ее независимости от экстремальных доктрин и от идеологий, от людей, не обладающих умением и воспитанием, требуемым для руководства страной. При ней государи готовились для исполнения своего долга с ранних лет. Гувернантки, учителя и родители всячески муштровали будущего монарха. Каждый час их жизни подчинялся строгому расписанию, не позволяющему отвлекаться на посторонние дела. Самые выдающиеся учителя, священники и генералы преподавали им общеобразовательные, религиозные и военные дисциплины, воспитывали чувство долга, нравственности и величия, служения своей страной. Им прививалось чувство ответственности, красоты, гармонии и сострадания. Как пример, Александра Македонского воспитывал Аристотель, из-за этого он и стал великим. И подтверждали, таким образом, тезис, что монархия – лучший строй из известных человечеств, разы Генри Форда. Слабость ее заключается ли в том, что не всегда потомки по натуре своей обладали качественными своих достойных предков. Демократическая форма наделения власти считается сейчас наиболее модной, и ее идеологами трактуется как народовласть. Она представляет собой систему противовесов, способных констализировать интересы различных слоев общества, но это по идее. Полагается, вот так, при ней на самом деле существуют конкуренции между претендентами, а судьями выступают все жители, обладающие правами голоса. В результате все оказывается совсем иным. Так, для действительной конкуренции требуется не менее десяти кандидатов, обладающих равными возможностями. На самом деле таковых, как правило, нет, и их возможности далеко не одинаковы. А выбор из одного и двух кандидатов, понятно, что он не является точным, лучшим. Очевидно, что при таком подборе руководящих кадров современные выборы превращаются в спектакль, в балаган. Все определяется кукловодами, которые руководят такими выборами. Пиар-технологиями, финансами, результатами политических игр и подковерной борьбы. И очевидно, что это не способствует ни повышению качества власти, ни ее нравственности. Не ведет к тому, чтобы истинные лидеры общества совпадали с формальными его лидерами. А если вдруг такое случается, это воспринимается как чудо. С другой стороны, и с избирателями не все просто. В самом деле, воплощение демократической догмы означает преимущественную власть количества над качеством. В ней критерии добра, истинной справедливости, правоты и мудрости устанавливаются аритметическим большинством невежливой, жестяной, управляемой из-за кулис толпы. В результате 51% населения навязывают свою волю 49%. При этом распространены всякие подкасовки, а сам выбранный процесс превращается в хорошо отлаженный бизнес, театрализованное шоу, не имеющего никакого отношения к народовластью. На самом деле, даже в развитых странах обычно бывает не больше двух или трех реальных кандидатов, а в других и того меньше. Именно они, поддерживаясь ведущими партиями, могут в полной мере использовать финансы, административный, организационный, карательный, информационный ресурс. А остальные претенденты их лишены. В этой связи не избрать такого руководителя или отстранить его от власти демократическим путем невозможно. Практика дряхла в правительстве Советского Союза и в токах деятельности ярко это демонстрирует. В том числе вспомним Ельцина. Более того, истинное народовластье в конечном итоге не ограничивается всенародными выборами, а тем, насколько избранные лидеры способны управлять своими подопечными, избирательными, готовы служить обществу и как отстраняются они от власти, если они исполняют должным образом предназначенные им функции, не трансформируют предоставленные им права в обязанности. Однако в этих направлениях зачастую наблюдается полная неразделиха. Поэтому на самом деле нынешние демократии существуют только в виде демагогии. А в действительности реальный правитель не делится с народом ни в толикой власти. Более того, очень интересная фраза Гентана Москва. Нигде тирания не является более вероятной, чем в обществе, где конституционная система и господствующие идеологи узаканивают неограниченную власть большинства. То есть по природе своей демократическая власть очень ущербна. Для работы власти используется административный аппарат. Вот он формируется точно так же, как и любое другое разделение кооперации труда. И вот показано здесь, что существует, если сверху вниз смотрим, разделение труда, точно так же происходит с администрацией. А если снизу вверх кооперация, объединение, объединение. И она формирует иерархическую структуру, которая подобна производственному разделению. Административная система функционирует с учетом действующих экономических, политических и национальных реалий, сложившихся взглядов, условий, традиций, опыта, производственных отношений. Вепетала вся себя все многообразие противоречивой человеческой натуры. Все ее негативные и позитивные качества. Рассмотрим достоинства административного управления. Лишь с помощью администрации может осуществляться планирование, ставятся преграды для нездорового развития экономики, которому тяготеет чисто рыночное регулирование. Преграду необузанному ценовому хаосу способно создавать только административное управление. Второе. Преимуществом является его малоинерционность, в результате чего оно становится более действенным в неустойчивых экстремальных ситуациях. Оно незаменимо при решении национальных, растенных, культурных и социальных проблем общества. Лишь администрация способна обеспечивать взвешенную информационную политику, поскольку продажная правда есть ложь. Только администрация способна препятствовать распространению низменных инстинктов, аморальности и порочности, сохранять этнокультурный нравственный ареал проживания людей, всех народностей и социальных групп. Лишь она может противодействовать распространению массовых заболеваний, препятствовать информационным идеологическим фобиям, разрушительным агрессиям. Рассмотрим недостатки современной власти и ее управления. Они определяются прежде всего качественным составом носителем власти всех ее персоналей. В самом деле система отбора, продвижения, ротации чиновников не выдерживают сейчас никакой критики. Административные лифты не работают, из-за чего новые молодые лидеры не появляются, здоровые силы к власти не допускаются, система деградирует. Вследствие этого власть не обладает требования нравственными, профессиональными и организационными качествами. Ее эффективность оказывается низкой, а авторитет у народа отсутствует. Третье. Власть не является саморегулируемой. Она не в состоянии осуществлять физиологическую функцию очистки самой себя, как маленький младенец, от продуктов жизнедеятельности, от прогнивших форм принципов персоналия. Власть оказалась неспособной к адаптации, к самоорганизации при любых изменениях обстановки общества, стремительно утрачивает свои продуктивные качества, растила мязнами, бесконтрольности, безнаказанности, безответственности, взячества и коррупции. Администрация оторвалась от действительности. Реальные результаты власти никак не сказываются на благополучии чиновников. Общественный контроль над их деятельностью подавлен. Шестое. Административные структуры, подобно раковые опыта, стремятся к неограниченному росту, к многократному воспроизводству самих себя. При этом их эффективность их работы не только повышается, но скорее падает. Ну, как пример. После того, как произошла контрреволюция 91-го года и от государственной собственности осталось едва 20%, тем не менее количество чиновников удвоилось. Это как камень на дороге. Кому он нужен? но попробуй его проигнорировать. Кроме того, власть не монолика, поэтому на всех ее этажах происходит борьба амбиций, грубировок за должности, привилегии, деньги. Ведутся интриги, чиновничьи волны, войны, подковерная борьба. Кто делает карьеру, как правило, оттесняет тех, кто стремится делать дело. В результате из института служения власть превратилась в синекуру средства получения благ. Негативные качества власти не проявлялись бы столь отчетливо, если бы предоставленные ей права она использовала для исполнения своих обязанностей, а не для достижения личных целей. однако есть прекрасная фраза Оля Валерий «Власть теряет всякое свое очарование, если ею не злоупотреблять». В результате произошел чрезмерный отрыв доходов руководителей административных служб от среднего заработка в стране и согласно распоряжению Комитета труда и заработной платы начальники могут петь зарплату в 300-500 раз больше, чем средняя зарплата на предприятие. Это ведет к привлечению в их ряды людей, стремящихся повышать свое собственное благополучие, а не тех, кому не призвано служить. Деградирует активно все властные действия. В результате чиновники построили для себя, я имею в виду все крупное, особый мир со своими законами, правилами и порядками, не имеющими ничего общего с окружающей действительностью. Отгородились заборами от благодарности облагодетельственных ими сограждан. Обзавелись охраной, секретаршами, тщательно оберегающими их от всякого дуновения реального ветра. И какие решения в таких условиях они могут принимать? Они относятся к государству как к фазенде, а именно как к структуре, которая признана приносить доход, а не пользу. Беспредельные кормушки поистине, сытые, голодного, неразумеющие. Таким образом, нынешняя организация государственного управления полностью устарела и не способна отвечать современным вызовам. В этой связи усиление, лакировка, перестройка административного управления аппарата в существующей его форме бесполезно. он утратил всякую способность продуктивной работы. И здесь не обойтись его корректировкой, повышением нравственности и профессионализма, сокращением, лакировкой, наказанием или контролем. Нужно менять саму основу ее формирования, симулирования и общественного за ней контроля. И такой опыт есть. Так, в России в прежние времена существовало своеобразное отношение правящего класса с управляемым. Так, власть признавалась одной из православных форм служения людям аналогичной монашеству. В самом деле и здесь великолепная фраза митрополита Иоанна. Государственная власть признается особого рода служением сродни церковному монастырскому послушанию. Вот такой в принципе она и должна быть. В этой связи оздоровление административного аппарата невозможно без создания условий гармонизирующих производственные и бытовые отношения. В самом деле, несмотря на свой агрессивный доминирующий стиль, администрация в наибольшей мере является продуктом своей эпохи зеркалом протекающих в обществе социальных процессов. Непрофессионализм, низкая культурная и аморальность нынешних властей служат лишь портретом того, как царящее в экономических отношениях эксплуатация бездравственность, дисгармония, жестокость и другие уродливые явления проецируется на административном уровне. И понятно, что существующая экономическая организация другой власти недостойна. В следующей лекции поговорим о том, что надо делать, чтобы власть работала на людей. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...